МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поселение Дубовая Балка было основано греками в далеком 1899 году. С тех пор прошло уже больше века, а жители этого села продолжают сохранять традиции, обычаи и язык греков Понта. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дубовая Балка – это небольшое село, которое располагается в Андроповском районе Ставропольского края России. Сегодня здесь проживает 300 человек, и большую часть населения составляют представители греческой национальности. Но даже местные армяне, чеченцы, дагестанцы и русские понимают язык и знают культурные особенности первых жителей Дубовой Балки. Предки сегодняшних жителей Дубовой Балки, они жили на Понте в районе города Аргеруполь. Это рудоносные районы, горные районы. И в 1864 году мы по разрешению Александра II императора переселились на Северный Кавказ. Большой был поток, и мы расселились в нескольких селах. Село Греческое, Дубовая Балка, Хасаут Греческий, Спарта – это уже сегодняшние места, где живут эти жители. Мы первоначально поселились в селе Султан. Там мы прожили около 35 лет. Но земли, которые мы сели, они находились в районе сегодняшней Дубовой Балки. Поэтому приняли решение переселиться сюда поближе к ним. Самая большая фамилия в селе – это Стафарандовы. Следующая – Паландовы и третья – Попандоповы. Также большие фамилии – Осадовых, Питановых, Катановых, Ферисовы. Около 35 фамилий в селе. Плюс еще позже приехали греки, карские беженцы, с Грузии греки. Первоначально деревня состояла из пяти улиц, на которых располагалось 200 дворов. В центре поселения, как и сегодня, возвышался каменный храм, а сами дома были построены из самана. Саман – это кирпич, изготовленный из глины, из соломы, перемешанный все это в какой-то яме. То есть они изготавливали сами этот саман. Остались единственные вот эти, как их называемые, окошки, почему-то. Вот эти ямы, в которых непосредственно строилась дубовая балка. Потом, когда появился кирпич и черепица, мы начали, ну, они уже перестраивали. Сегодня уже не увидеть ни старых домов из самана, ни двух греческих улиц, которые исчезли во время строительства Большого Ставропольского канала. А на месте Первой греческой церкви во имя Святого Георгия Победоносца сегодня располагается Дом культуры. У нас работает семь кружков. Два из них – это клуба по интересам, пять – это кружки самодеятельного народного творчества. Один из них – это клубное формирование национального понтийского танца «Понтиус». Мы активно пропагандируем национальную культуру, участвуем во многих фестивалях и конкурсах. В численности нашего коллектива – 20 человек, из них и молодежь, и дети. Новая церковь была возведена в 2001 году. Ее также посвятили святому покровителю села Георгию Победоносцу. В престольный праздник святого 16 ноября и 28 августа, в день Успения Пресвятой Богородицы, этот храм массово собирает возле себя жителей и выходцы в села Дубовая Балка. В этот день гости поселения гуляют, веселятся и проводят различные турниры. Очень много выходцев, они по-любому нас вдохновляют, приезжают сюда, поддерживают. Праздник Успения Пресвятой Богородицы уже стал бы как бы традицией, и оно собирает очень многое количество людей. И те, которые выходцы отсюда, и со всех наших греческих сел, ну и вообще вокруг, не обязательно грек, он приезжает на этот праздник. Там, где родился, это всегда притягивает. Наверное, это так. Родился я в соседнем селе, в Киан-Подгорное, но мне был год, когда мы переехали в Дубовую Балку, потому что родители учителя были, и они по району ездили. И мать, и отец. Конечно, для меня это основное село, поселение, город в моей жизни. Потому что я там вырос, там были мои друзья, там были родители, родительский дом, который до сих пор есть. Там были мои учителя, первые наставники в моей жизни. Все, что связывает вообще в жизни хорошее, это с этого села. Дмитрий Григорьевич – главный врач Центральной больницы Есентуков и приезжает в родное село не только по большим праздникам. Здесь его любят и очень уважают. А он, в свою очередь, вместе с единомышленниками стремится сделать все, чтобы родная деревня продолжала жить. Именно поэтому в скором времени центр села значительно преобразится. Появится памятный знак, репрессированным в 30-х годах грекам, а старый памятник воинам, погибшим во времена Великой Отечественной войны, заменят на новый монумент. У каждого дома есть погибший. И, конечно, уже пришло, оно уже, ну, уже там трескается, ломается, там все. Мы уже сделали новый памятник из гранита, хороший памятник погибшим. Я думаю, что он отстоит и сто лет. Греки Дубовой Балки очень гордятся своими соотечественниками, отдавшими жизнь во имя мира в 40-х годах. И таких немало. Из ста добровольцев, ушедших воевать против фашизма, домой вернулись только 30 человек. Высоко ценят местные жители и тех, кто сегодня достойно представляет родную деревню. Я восторгаюсь с каждым жителем, выходцем из этого села. Это удивительные люди. Они действительно, они похожи ни на остальных, в общем, людей, ни на греков, которые даже в соседних селах живут. Я горжусь ими. Для них всегда было важное образование. И они отдавали все, чтобы выучить своих детей. То есть все остальное было на втором месте. И они добились в этом очень много. У нас много профессоров, академиков в Москве, в Петербурге. Некоторые по их пособиям учатся до сих пор в военных академиях. Много у нас врачей из села также вышло, и строителей. Я не знаю такой семьи из 130 домов, с которой не учились в высших учебных заведениях. Вот с нашей семьи из четверых трое с высшим образованием. Таких семей очень много. Потому что все стремились к учебе. Время было такое, и желания были большие. Наше село – это село учителей, врачей, строителей, фармацевтов, агрономов, ветеринаров. В большой палитре. Дубовая балка всегда славилась не только образованными людьми, а и крепкими семьями. В этой деревне не знали слова «развод». Не любили местные греки также печалиться. А потому каждый вечер на всю деревню жители пели песни под игру понтийской лиры. Хотя село и такое небольшое, но в нем проживало около тысячи человек. Очень много молодежи. И, конечно, было интересно всегда. Всегда у нас были греческие танцы. Каждую неделю. В те советские времена, на этой лире, было 4-5 человек, которые занимались. Всегда язык мы никогда не забывали. Хотя и обучаться нигде было. То есть традиции все мы сохраняли. Здесь очень много людей было, молодежи. Клуба у нас не было. У нас был какой-то сарай. Там собирались, битком набито. Но сейчас, конечно, никого не осталось. Молодежь выехала, старики умерли. Остались мы вот. Мы уже обрусели. Нет, нет. Тараза, мы анамиса, лоя, ручика. А в основном, румейка. Христофор Стафарандов всю жизнь прожил в этом селе. На лире научился играть в начальной школе. А мастерить национальный инструмент греков понта Христофор Константинович начал уже, будучи на пенсии. Сегодня в руках у мастера его последняя скрипка. И потому он делает ее с большим трепетом и любовью. Я скрипку первый раз делаю с металлическим крышкой. Она уже у меня давно просится. Лира – это душа понтийского эллинизма. Ее песня может заставить человека плакать или, наоборот, броситься в пляс. Она непременно присутствует на каждом греческом празднике. А в дубовой балке даже изображена на гербе села. На гербе изображена лира, наш национальный инструмент, который всегда с нами. А также эмблема медицины – это наш многоуважаемый Дмитрий Григорьевич Картанов. Орел понтийский. И колос – это наши молодые, надеемся, в будущем перспективные фермеры. Фермерство – это практически единственный вид деятельности, который сегодня доступен для молодежи села. Местные жители занимаются скотоводством и выращиванием некоторых агрокультур. Для местного населения однозначно это скотоводство. Тем более чеченцы и дистанцы – это исконные скотоводы. Наше население, часть которой она чуть-чуть отошла, строители выезжают на разные заработки. Они приезжают, опять же, дубовые. В основном возвращаются, знаете, как те, которые, ну очень мало процентов, процентов 10, которые возвращаются уже, пройдя весь этот путь, да, там где-то устроились, где-то получилось, где-то не получилось. Возвращаясь сюда, опять же, к исконному здесь скотоводству. Вот, то есть, вот, это до 30 лет. Старикам, которые еще помнят дубовую балку с населением в тысячу человек, очень тяжело смотреть на любимое село. И им так хочется, чтобы сюда возвращалось больше молодежи и чтобы чаще проводились большие греческие свадьбы. Раньше, когда свадьба была, как-то эти трагодины. У Леричи Сепи, такие трагодины, которые в танцамбле играют, а другие все слушают. Пожелать было возрождение снова, чтобы село зацвело. Уже, конечно, село далеко не то, которое было. Ну, как и все российские села. А тогда был другой уклад. Но мы очень живо общаемся здесь, выходцы, везде. У нас очень много проживает в Сентукак, в Станице, в Минеральных Водах, в Москве. Да, в любой точке мы общаемся, мы друг друга не теряли, не теряем никогда. Место, где человек родился и вырос, где первый раз нашел верного друга, влюбился и был счастлив, навсегда остается в его сердце. Но дубовая балка для выходцев села – это не только родовое гнездо, а и неисчерпаемый источник силы и вдохновения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!